Всех приветствую! Сегодня буду заниматься опять своим малышом. И сегодня я хочу разобраться с зажиганием. Для этого обзавелся стробоскопом. И думаю, что для начала надо замерить угол зажигания на этом двигателе. Какой он с завода стоит, и меняется он или нет. Для начала мне, наверное, надо найти сначала верхнюю мертвую точку и обозначить ее на махерике. Так, вот она верхняя мертвая точка. Теперь можно отметить на маховике это. Нанес метку ВМТ, теперь надо разметить дальше маховик. Для того, чтобы дальше нанести разметку, надо узнать длину окружности маховика. Она тут получается 42 см. Сейчас разделю на 360 см и узнаю длину окружности 1 градуса. Нанес все метки 10, 20 и 30 градусов. Ошибся, когда замерял окружность маховика. На самом деле там не 42, а 41,5 получилось. Но это ни на что не влияет, потому что метки с точностью до десятых, до сотых миллиметра все равно не нанесешь. Ну и теперь, думаю, все. Можно закручивать свечу, идти в бочку и смотреть, какой же угол у этого двигателя. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Вот такой получился результат. Я, конечно, немного шокирован. Такого я не видел. На всякий случай тут много раз уже метки перепроверил. Да вроде все правильно. Не ошибился нигде. Но на холостых там 30 градусов, даже больше там, наверное, 32 получается. Просто камера не под тем углом стоит. Кажется, что 30. А при наборе оборотов угол наоборот падает. Хотя бы это все наоборот бы работало, уже правильнее было бы. Не знаю, что с этим делать. Сейчас вот буду думать. Думал я, думал, что с этим сделать. Вспомнил, что у меня есть коммутатор запасной из Ханкая 6. Мне его подарили. Может быть, попробовать его сюда пристроить. Я, конечно, точно не знаю, как это все работает досконально. Поэтому все это пока только теоретически. Но так-то катушка под махевиком есть в этом моторе. То есть конденсатор какой-то там зарядит в этом коммутаторе. Катушка зажигания сама у нас уже есть. Нет, кнопки эти все есть. Так, что у нас нету-то? А, у нас датчика нету. Самого главного. Вот если этот датчик поставить, заработает это все интересно или нет? Сейчас, наверное, попробую. Снял маховик для того, чтобы установить площадку под датчик. Намучился, конечно, ужасно. Два дня на это потратил. Первый съемник был. Это шайба. Три прорези. И прямо в маховик три винтика закручиваются. Ну, посередине болт. У соседа брал. Помучился. Решил отдать, что разломаю съемник или что-нибудь резьбу. Выдру из маховика. Потом купил двухлапый съемник. Вот такого плана. Только трехдюймовый. 75 миллиметров. В итоге его порвал. Не выдержали лапки. По отверстиям растянулся. Отверстия стали овальные. Потом в итоге порвался полностью. Потом уже купил вот этот. 100 миллиметров. Четырехдюймовый съемник. Его, конечно, пришлось доработать. Он не сводился. Крупноватый слишком для этого маховика. Пришлось вот в этих местах подпилить. И саму лапку подпилить. Не влазило. И вот им. И с помощью гайковерта. И 150 ньютонов. Получилось сорвать все-таки этот маховик. Я, конечно, уже начал догадываться. Еще во время съема маховика. В чем дело. Я же знал, что на этом заводе работают любители клея. У них этот анаэробный герметик. Там фиксатор резьбы. Или как его правильно назвать. В неограниченных количествах. Такое ощущение, что они болтик туда макают. И вот закручивают везде. И намазали и сюда. Но судя по цвету, намазали что-то типа вот такого. Вот прямо именно лок ТТЛФ. Вот что-то в таком роде у них было. Видно на маховике. Это, конечно, плохо видно. Вон там в начале даже буртик остался. Все намазано. Ну и тут следы остались. Шпонг вся в нем замазана. Не понимаю зачем. Неужели проблема вот маховики с конуса отваливаются. Маховик, конечно, пострадал. На скорость не влияет. Но как-то уже неприятно на это все смотреть. Но я не знаю, как по-другому. По идее, если верить локтайту, такие соединения надо разбирать нагревом. А нагрев это 250 градусов. Но я не знаю, как тут греть 250 градусов. Тут сальник стоит. Это все-таки коленвал. Да и с маховика магниты все поотваливаются при такой температуре. Поэтому пришлось мучиться как-то так. Поднакинул датчик. Врезал маркер. И выяснилось такое дело, что этот маркер вообще в притирочку и между баком проходит, и стойками. Как-то неправильно получается. Об этом я не подумал, конечно. Если со стойками все понятно, там отогнуть, чуть подпилить и нормально будет. Вот что делать с баком, большой вопрос. Бак отодвинут. Зазор идет примерно 6 миллиметров. И вот такую трубку поставил. Это что, бак точно уже не съехал ни при каких обстоятельствах. Бак нагрел феном строительным. И дощечкой вдавил. И подержал. Надо вот именно нижнюю часть вот эту вдавливать. И пришлось рассверлить, конечно же, немного отверстия крепежные. А так все. Можно, в принципе, приступать уже к ножкам тем металлическим. Кронштейн готов. Теперь тут тоже зазор неплохой. Оказывается, еще не все. Задняя лапа тоже у стартера расположена очень близко к маховику. Третья лапа стартера переделана. Правда, теперь разобрать можно только с помощью длинного шестигранника. Место теперь предостаточное. Ничто никогда ничего не заденет здесь. Я отрегулировал положение стартера. С завода он задевал за лапки маховика. И неудобно ставился. Когда третью лапку закручиваешь, вот эти винты уже тяжело. Не попадают. Надо прямо его натягивать было. А теперь все идеально будет стоять. По пути решил еще разобраться, почему у меня румпель болтаться начал. Посмотрел тут конструкцию. Конструкция, конечно, так себе. Во-первых, румпелем уже краску стерло на корпусе, получается. Из-за этого, скорее всего, увеличился зазор. И ручка начала болтаться. Шайбы здесь вот никакой не было изнутри. Только снаружи вот эта латунная. Решил шайбу поставить. Шайба как раз под размер подобрана. Это полированная нержавейка. Она стоит на месте, и по ней скользит ручка. Стало как-то получше. Еще и смазал все это. Напрашивается такая шайба и с этой стороны. Но у меня такая только в наличии одна на данный момент. И болт стоит с полной резьбой. И начинает резьбой уже потихоньку проедать отверстия в румпеле. Но это нехорошо. Сейчас я не буду сильно этим заниматься. Пока временно сделал. Потом займусь как-то уже основательно этим узлом. Разобрался с проводкой. Все подсоединил. Коммутатор закрепил вот здесь. Просто хомутиком подвесил. Чтоб уж не лежал совсем там в поддоме. Мало ли там вода или еще что-то будет. Смыслу рассказывать по цветам, что куда подсоединял, я думаю, нет. Потому что навряд ли кто будет на Ханкаевском именно коммутаторе делать. Скорее всего, это будет коммутатор от мопеда. А там все чуть по-другому. Другие цвета проводов. А сейчас я думаю первый раз проверить искру. А то я тут все насоединял. Все уже прибрал. А искру еще не проверял. Очень волнительный момент. Первая искра с новым зажиганием. И она даже есть. То есть можно дособирать в принципе. Идти уже в бочку пробовать заводить его. Вот такой получился какой-то странный для меня, конечно, результат. Вот сейчас выставил. Не знаю, там просто видно было на видео. Нет, но примерно вот так метко. На эту не обращать внимания. А это верхняя мертвая точка. То есть, думаю, получится плюс пять. А в итоге, наверное, минус десять. Если не больше даже получилось. Посмотрел, какое зажигание изначально у Ханкая. Ну, вернее, у Ханкая это не нашел. На Тахатсу пять посмотрел. Там пять градусов должно быть опережение на холостом ходу. То есть мне сейчас получается надо датчик смело градусов на пятнадцать двигать. Угол стал теперь пять градусов на холостых. Мотор работает замечательно. На ручку газа хорошо отзывается. Теперь может на тысячу, на тысячу ста оборотах работать. И довольно-таки так уверенно. Ну, насколько возможно, одноциндровую двухтактнику работать. Из-за интересного это почему-то тахометр после трех тысяч начинает двоить обороты. То есть там семь-восемь уже начинается потом. Надо разобраться. Что-то не так с этим. И интересно, почему коммутатор только на десять градусов угол подымает. То есть у меня на холостых пять. А на максимальных пятнадцать получается. Я как-то ожидал что-то к тридцати, там в двадцать пять-тридцать увидеть. Вот буду сейчас продолжать разбираться с этим делом. С тахометром разобрался. Надо было всего лишь отмотать витки. У меня было пять намотано. Убрал, оставил где-то ну два витка, два с половиной там. Что-то в таком роде. И все, тахометр стал хорошо показывать на любых оборотах. Вот такой получился результат. Двадцать-тридцать градусов. Как бы намного лучше по сравнению с тем, что было. Но хотелось бы пять-тридцать все-таки. И складывается еще такое ощущение, что я до сих пор так и не понял, как этот коммутатор работает. Вспомнил, что у меня старый маховик от Ханкая валяется. Жалко, что самого двигателя нет. Вряд ли бы посмотреть. Но я думаю, маховик его немного прояснит ситуацию. Так. На маховике две метки. Померил между ними 30 градусов. Они, наверное, для контроля. Одна верхняя мертвая точка, одна максимальный угол как бы 30. И вот прорезь. Под датчик. Она 27 градусов в ширину. Если представить, что вот эта кромка 30 градусов, то получается вот эта 3 градуса. И это похоже очень на правду. На зажигание Ханкая 6, по крайней мере, по ощущениям. Он и на тысячи оборотов, и даже чуть ниже неплохо работает. И до 6000 крутится. То есть, получается, разница-то с моим в том, что здесь 27 градусов. А у меня получается болтик по ширине. Это как раз 10 градусов. Вот, наверное, поэтому у меня такой маленький разбег. Если мне еще два... Так, не два. Полтора болтика, получается, сюда добавить. Вот получится как раз заветная разница в 25 градусов. Сейчас попробую это реализовать. Ну все, получилось заветные 5-30 градусов. К маяку добавил 19 миллиметров. Это как раз 15 градусов. Ну вот и такой результат. Теперь стало понятно, как коммутатор работает. Тут ему, получается, надо маркер ставить. Передняя точка, это сколько ты хочешь на максимальных оборотах. То есть, тут 30. А задняя, сколько ты хочешь на минимальных. Это 5 в моем случае. И получается, на малых оборотах он по концу маркера работает, а на больших оборотах по началу. Эти 19 миллиметров я приделал на сварку. Выглядит, конечно, немного страшно, но внешний вид на скорость никак не влияет. Поэтому будет так. Только единственное, помажу чем-нибудь, чтобы не заржавело сразу же. И на той стороне, ровно напротив, точно такой же маркер, но выше, чтобы не попадал под датчик. Это для сохранения балансировки, так сказать, маховика. Это зажигание на максимальной скорости не сильно скажется, потому что там разница-то получается 4 градуса всего лишь. Было 26, стало 30. Но вот на малых оборотах разница уже даже в бочке чувствуется. Он теперь в состоянии работать на 900 оборотах спокойно. Да, его потряхивает, но это все-таки двухтакник одноцилиндровый. Но не глохнет, сильно не легается. То есть, так ровненько трясется и работает. И звук изменился на малых оборотах. Он как-то стал приятнее, что ли, как-то так. Монотоннее работать, без рывков, так монотонненько трясется, работает. Буду это уже проверять на воде. Сейчас в бочке как-то не очень. Надо в реальных условиях проверить, как это будет все выглядеть. Посмотрел зажигание на 9,8. Конечно, вот это механическое зажигание намного грамотнее. Получается, какие-то средние углы есть. Но у него же тоже датчика нет. Тоже коммутатор как-то момент зажигания по магнитам с помощью катушки видит. То есть, следовательно, у него может быть точно такая же беда, как у этого мотора. То есть, сначала полное зажигание, то есть, не знаю, 30 градусов. Но потом оно назад отходит. То есть, до 26, как вот у СЕПРО было. Сейчас у меня есть тробоскоп. Надо будет, конечно, вот этот момент посмотреть, проверить. Ну и, в принципе, у меня все. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok